Добрый день, дорогие друзья! Приветствуюсь в городе-курорте Анапа на улице Ленина, 17-1. Мы находимся в самом центре курортной жизни, рядышком с нами. Сзади меня сейчас есть сквер Гудовича до моря, 500 метров. И мы посмотрим гостевой дом, в котором обновили ремонт. Я его снимал 10 лет назад, а сейчас там новое все и красивое. Давайте смотреть и отдыхать. Сейчас сюда можно приехать за 500 рублей с человека. По-моему, таких цен в Анапе нет. В гостевом доме есть вот такой небольшой дворик. Здесь также будет возможность мангала, пожарить шашлычок. Хотя кто сейчас что жарит? Ну, возможность будет. Мы с вами заходим по ключику. Вот здесь как открывается. Здесь есть колясочку, которую вам могут предоставить. И лесенка на второй этаж. Здесь у нас вот такая дверь, она открывается. И на втором этаже расположено несколько номеров. На этаже имеется гладильная доска. Номер, который мне понравился больше всего, это один. Заходим внутрь. Здесь имеется кухонная зона, холодильничек, наборы посуды, плитка, чайничек. Все, что надо вам для комфортного проживания в принципе. С левой стороны имеется санузел, раковина, зеркало, инсталляция. Есть полотенцесушитель и такая дверка в душевую зону. Очень красиво, с тропическим душем. С правой стороны находится сама комната. Здесь имеется стол, раскладной диван, сплит-система, телевизор. И также двухспальная кровать с прикроватными тумбочками и место для хранения. Выглядит вот так. Из окна открывается вид здесь на улицу Ленина. Сейчас вы можете сюда приехать на отдых за 2000 рублей на четверых. Это сумма за номер. Если вы приедете в июль-август, то будет стоить 2500 рублей. Пользуйтесь. Номер новый, классный. Мне понравился. Здесь кладовая, с левой стороны стиральная машинка установлена. Сейчас мы с вами смотрим одну такую большую квартиру. Заходим. Здесь большущий коридор. С левой стороны у нас санузел. Давайте по порядку и начнем все осматривать. Санузел у нас выглядит тоже очень симпатично. Полотенцесушитель. Есть душевая зона с тропическим душем. Все очень классно. Инсталляция, раковина, зеркало. Дальше мы проходим по коридору. С левой стороны у нас находится кухня. Кухня у нас в таком формате. Есть раскладывающийся диван, два стула, стол, спецсистема, кухонная зона. Притать сюда будет доставлено двухкомфорочная, чайничек, набор посуды и холодильник. Посуды тут предостаточно. По прямой у нас находится еще одна комната. Это уже спальная зона. Здесь у нас двуспальная кровать, место для хранения, две прикроватные тумбочки, раскладывающиеся кресла. Есть такой вот раскладывающийся стол, холодильник, телевизор, спецсистема. Место для хранения выглядит вот так. Смотрим вторую комнату. Здесь на входе у нас диван. Есть стол раскладывающийся, двуспальная кровать, место для хранения, прикроватные тумбочки, спецсистема, телевизор, холодильник и возможность детской кроватки. В шкафу имеются одеялки, плечики. Стоимость этого номера 5500 рублей, размещение до 7 человек. Если вдруг вы захотите снять этот номер как эконом с общим туалетом, то будет стоить другую цену. Уточняйте, у хозяев номер есть. Также есть размещение на третьем этаже. Поднимаемся. Здесь на третьем этаже вам могут предоставить такой стульчик для ребенка. То есть у вас маленький есть холодильник, общая металлоновка и чайник. Холодильная доска и утюг присутствуют. Сейчас мы смотрим размещение до 5 человек. Номер очень большой. Здесь сразу на входе есть холодильник. Это у нас вход в санузел и туда дальше в комнату. И есть вот такое вот место, чтобы обуваться. Санузел выглядит вот так. Раковина, зеркало есть. Также есть унитаз и душевая зона. Санузел очень большой. Теперь мы смотрим комнату, в которой до 5 человек можно разместиться. Есть диван, обеденный стол, телевизор, сплит-система, двуспальная кровать с прикроватными тумбочками и односпальная кровать. Также место для хранения. В кафу есть плечики и дополнительное одеяло. Снять этот номер можно за 2006 час и высокий сезон 2500 рублей. Сейчас мы с вами смотрим номер, в который вы можете разместиться втроем. Заходим. У нас есть обеденный стол с набором посуды. Также имеется с правой стороны санузел. Он очень тоже тут большой. Есть унитаз, раковина, два зеркала и душевая зона с правой стороны. Дверь влево нас приводит в комнату. В комнате размещение до 3 человек. Здесь есть такая сдвоенная кроватка, односпальная кровать, две прикроватные тумбочки. И с этой стороны есть место, где обуваться, холодильник, комод, телевизор и шкаф. Сплит-система присутствует. В шкафу есть плечики и одеялко. Снять этот номер сейчас можно за 1700, высокий сезон за 2000 рублей. Мы с вами смотрим номер двухкомнатный, рассчитанный до 6 человек проживания. Заходим. Здесь коридор. На правую сторону у нас санузел. Санузел выглядит вот так. Есть унитаз, есть раковина, зеркало, душевая зона. Здесь имеются две комнаты. Заходим. Обеденный стол, телевизор, две сдвоенные кровати, односпальная кровать, сплит-система. Есть прикроватные тумбочки, место для перебывания. Есть холодильник и шкаф. Шкафу одеяла и плечики. Рядочком расположена вторая комната. Здесь имеется тоже место, чтобы переобуться. Есть шкаф, двуспальная кровать, прикроватная тумбочка, стол с колесиками, холодильник, телевизор, сплит-система, еще одна тумбочка и односпальная кровать. Здесь украшением этой комнаты является балкон. Отодвигаем жалюзи и выходим на балкон. Так вот, очень интересная круглая форма. Здесь есть стол, стулья и вид на нашу любимую Анапу. Шикарно она в центре города проживает, потому что все рядышком, все в доступе. И зелень тут тоже очень много. Этот номер рассчитан, как я и сказал, на шестерых человек. Стоимость его 3,5 до 4,5 тысяч. Сейчас мы с вами смотрим последний номер в этом гостевом доме, который сейчас свободен. Заходим. Здесь по прямой у нас есть санузел. В санузле есть душевая зона, унитаз, раковина и зеркало. На правом у нас с вами две комнаты. Одна проходная. Здесь две сдвоенные кровати, прикроватная тумбочка, торшер есть, окошко в потолке. Также есть место для хранения и холодильник со столом и телевизор. Вполнение шкафа, одеяло и плечики. Далее мы по прямой проходим в следующую комнату. Здесь у нас двуспальная кровать, односпальная, две прикроватные тумбочки. Есть такой рабочий стол, холодильник, место для переобувания, сплит-система. Номер у нас рассчитан до 5 человек, стоимость проживания 3,3,500. Есть еще на этом этаже вот такая небольшая кухня. То есть можете прийти, что-то себе приготовить. Очень удобно, если там кашку сварить или еще что-то. Полотенце вам здесь меняют раз в 3 дня. Сборка происходит у вас там раз в 5 дней. Если вам надо по требованию, тоже придут, наведут порядок. Все, друзья, осталось дойти до моря и показать вам, что самое важное есть рядышком. Еще очень понравилось, что выход, смотрите, вот так нажал. Все, дверка открывается и ты выходишь. И отправляемся на море. Я выложил в телегу, сказал, что здесь 500 метров до моря. Мне сказали, что по прямой пройти нельзя. Я оставил два виси. Он действительно рисует как-то там вот через улицу проход. Но здесь все гораздо проще. Смотрите, мы идем по прямой до сквера Гудовича. И здесь абсолютно наискосок выходим на родину. Ух, как красиво флаг развивается. Просто смотрю, восхищение. Здесь у нас сквер воинской славы. Много зель и не лавочек. Очень все красиво, классно. В левую сторону сквер Гудовича. Там есть разные развлечения для ваших детей. Спортплощадки и все, что вам только может понадобиться. Кофейни, столовые. Все в Анапе в большом количестве. Даже не стоит заострять на это внимание. В ту сторону также можно прогуляться до Майка. Либо выйти на каменные пляжи, на которых никогда не бывает камки. Мы же через сквер отправляемся к песчаному пляжу, центральному. Здесь у нас высажено очень много сосен. Они уже подросли. Мы идем в такой тени с ароматом. Вдыхаем все фитонциды от этих деревьев. Это очень классно. Отдыхать в центре Анапы. Это у тебя полностью вся инфраструктура. И все, что тебе только может понадобиться. Даже флаг России есть. Ну, красиво. Мне прям залип. Я, честно, вот так джжжж. Я себе рот открыл. В этом у нас находится поликлиника. Здесь по прямой КФС, которую я не очень люблю. Тоже высаживают еще больше деревьев. И вот куча лавочек на аллеечках. Интересно, у нас вот возвращали аутентичный вид для нашей Родины. Это центр такой у нас. Здесь вот эта самая КФС. И теперь ее, видите, остеклили полностью. Не знаю, аутентичный вид это теперь или нет. Но она будет с остеклением. И вот так вот выглядит сейчас наша театральная площадь. Здесь у нас идет переработка. Будут делать новые зоны отдыха. В дальнейшем вы прям будете в восторге. То, как здесь все будет выглядеть. Голуби. Туда дача парка аттракционов. Туда дача у нас поющие фонтаны. В общем, про Набу вообще можно рассказать бесконечно. Не зря мы столько трансляций про нее делаем. И это самое популярное место в 2023 году для путешествий наших дорогих туристов. А у вас есть возможность отдыхать еще более выгодно. Это арочная конструкция у нас имеется здесь. И вот по прямой проходим уже к морю. Ну, до моря прям очень близко. Я даже не могу вам здесь идти, про все рассказывать, записывать. Ну, как бы вы сами все видите. Здесь все есть. Кстати, вот можно отметить, что сюда по прямой находится старейший фонтан Анапы. Здесь у нас русские ворота. Тут тоже можно прогуляться к фонтанчикам по прямой пройти. С левой стороны санаторий Мотылёк. И буквально еще несколько шажочков, и мы пройдем к набережной нашей великолепной. С левой стороны у нас парк, в котором можете прогулять. Горгипия, там старинный город. У нас здесь улицу виноделов недавно нашли. За русскими воротами имеются пушки. Но самое важное, вот этот вот сквер такой имеет у нас значение. Потому что вообще, в принципе, я думаю, многие не знают. И вам об этом не рассказывают. Потому что они и так же не знают. Это вообще начало Кавказских гор. До того, как здесь поставили парк-отель, который впереди нас находится, он закрыл вид, собственно, на это начало гор. Здесь у нас и была достопримечательность. И все, кто приезжали к нам, фотографировались с ней. Сейчас можно прийти вот так в тишине здесь посидеть. Валочки сделали. Прогулочная зона. Постараюсь вам показать, чтобы увидели отсюда, о чем я, собственно, говорю. То есть обойти можно вот с той стороны. И вот он, видите? Вот он, стоит памятник. Там находится Орел. Это настоящее начало Кавказских гор. Вы не знали. На море нам направо. То есть вот так чуть-чуть, и все. Вот оно море. Мы отсюда его видим. Там пляж наш лечебный центральный начинается. Но я хочу немножко зацепить еще зону отдыха. Все-таки вы приезжаете сюда и погулять, и рассказывать о таких местах. Я ответил, что очень надо. А с левой стороны экскурсии предлагает по прямой у нас фонтан, который жемчужным называется. Тоже очень красивое, интересное место, которое притягивает кучу людей. Фотографируется, бегает, он трогается, но у нас абсолютно тактильный, прекрасный. А дальше у нас находится наш кораблик «Алый парус». Не удивляйтесь, если его ломают, посмотрите, как качается мачта. Центр Анапы, дорогие друзья, это лучшие места для отдыха, потому что такая красота, такие облачка, такое море. И вообще вся эта набережная просто невероятная концепция, прекрасного места для отличного отдыха. Кораблик, конечно, очень красивый, попросил не устраивать ему шаталити. И здесь также можно приехать на дайвинг, друзья. Обратите внимание, это дайвинг, советуют, дайв-клуб Discovery. Они меня научили погружаться, очень классно. И я много раз с ними ходил в море и под водой. Вот такая классная вещь. Здесь вы можете увидеть ребят, которые прогуливаются. Нижняя набережная, вторая набережная. Это тоже посидеть и все про бесплатно. А вот между ними эти этажи наполнены разнообразными кафе. Ну и наше море уже. Смотрите, сколько людей у нас на пляже. Великолепная красота, друзья мои. И очень нравятся еще наши лавочки, оригинальные карандаши. Очень красиво смотрятся. А также все благоустройство, которое сделано в этом году, великолепно. Зеленстрой, огромнейший привет и спасибо за такое вот. Очень отсюда нравится вид Танамскую бухту. Видите, сколько счастливых там людей отдыхает. Ну до моря мы сейчас с вами дойдем, замерим температуру. Это температура воздуха, друзья. Далее мы спускаемся по лестничке. Если надо, есть пандус с правой стороны. Красота, люди счастливые. Также можете увидеть, что тут очень много кафе, баров, ресторанов. Плюс я говорил, что сюда заворачивайте налево, на второй ярус. Там всего еще больше. Очень много шашлыков. Кафе Элина справа. И мы поворачиваем вот сюда, ребята. Здесь есть лежачки. Не так уж и много народу. Что является большим плюсом. Виды, конечно, здесь шикарные. Приходишь на пляж, смотришь. Красота наша. Девушки загорают. Кстати, булы сделали до выхода. Потому что здесь в углу сбиваются немножко водоросли. Но они кончаются там вот справа. Здесь, кстати, есть разные прокаты. Можно на гидроцепах бананах покататься теперь с центрального пляжа. Ну вот, чуть-чуть прошли в сторону. Как я и говорил, просто в углу забились водоросли. А здесь морюшко чистое, классное, прекрасное. Ведь закупайся не хочу. Чем, собственно, все здесь и занимаются. Просто огонь. Как говорится. Давайте замерим температуру. Слушайте, ну здесь море гораздо теплее, чем мы с вами сегодня были на трансляции в Суко. Тут даже прям хорошо бы, я сказал, рыбка плавает. Смотрите, пеленгасик пошел. Акул у нас нет. Можете не нервничать по этому поводу. У нас с этим все хорошо. На море жарко. Все классно. Говорится, все для вас. Над морем температура воздуха 37. Еще надо отметить, что здесь вот пак аттракционов. Огромная красивая зона. Можно развлекаться, кататься. Я надеюсь, что вы прям прониклись так же, как и я, Анапа сегодня. И осталось озвучить температуру водички. Температура водички 26,2. Здесь прям конкурс очень большой. 17,1 в Суко с утра, и здесь 26,2. Шикарно. Всем хорошего настроения, великолепного отдыха. Приезжайте, отдыхайте вместе со всеми этими самыми счастливыми людьми. И, как говорится, дай бог, чтобы с вами было лето, море, красота. С вами был Юрий Азаровский. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. С вами был Юрий Азаровский. С вами был Юрий Азаровский.